Спасибо большое за возможность выступить. Я возглавляю отделение гастроэндрологии в университете Каназава. Я благодарен профессору Королёву за приглашение. Продолжение следует. Итак, существует несколько категорий эндоскопического изображения. Как вы знаете, большое количество вариантов получения изображения существует. Я буду рассказывать основные принципы эндоскопического усиления изображения. Итак, вот у нас эндоскопия с усилением изображения. Сейчас я вам расскажу об основных принципах, которые в эндоскопии используются нашим обществом. И расскажу о их эффективности и области применения. Начнём с цифрового метода. Это метод контрастирования изображения. Это FaceEye Scan. И, кроме того, структурный метод усиления — это увеличение резкости изображения. Есть оптические цифровые методы. К оптическим методам относятся аутофлуоресцентный метод, узкоспектральный, узкоспектральное закортирование — NBI, BLI или LCI. И инфракрасный лучевой метод. И инфракрасный лучевой метод. Что касается хромоскопии, есть два метода. Это метод окрашивания, например, раствора люголя. И метод контрастирования — это индиго-карминовый. Есть три ключевых момента диагностики раннего рака желудка. И какие бы методы вы не использовали, или какие комбинации методов вы определяете, три ключевых критерия. И вы уже видели, что все эти методы помогают нам обнаружить, распознать границы, глубину инвазии на образовании. Сейчас я расскажу вам концепт NBI в разных системах. Это техническая характеристика. Вот принцип NBI, который сводится к тому, что обычный белый свет — это смесь световых волн различной длины. Понятно, что фиолетовые и синие длины волн самые короткие, красные — самые длинные. И чем короче длина волны, тем глубже она проникает в ткани. Как вы помните, узкий спектр NBI состоит из пучков света двух длин волн — это 415 нанометров и 540 нанометров. Этот слайд демонстрирует принцип построения изображения при помощи NBI. Таким образом, в зависимости от длины волны изменяется глубина проникновения. И таким образом, разное изображение мы получаем, то есть изображение сосудистых структур с разной глубины. Как известно, Олимпус производит две принципиально разных системы — это Олимпус Люцера и Олимпус Экзера. Но принцип NBI у них одинаковые. Принципиально, качество NBI улучшилось в последних поколениях Экзеры и Люцеры. Вы видите, что с возникновением последних систем существенно увеличилась оптическая характеристика NBI. Он стал ярче. Он стал более детализированный. Кроме того, качество изображения существенно улучшилось. Компании Олимпус удалось уменьшить количество шумов, которые возникают на картинке и получить изображение гораздо более высокой четкости. И, кроме того, это изображение получается гораздо быстрее. Что касается литературы, посвящённой NBI, всё больше и больше изданий публикуют данные по использованию NBI. Если мы посмотрим на тенденцию использования различных методов усиления изображения, то количество упоминаний NBI в литературе существенно выше, чем всех остальных методов усиления изображения. Этот слайд демонстрирует преимущества NBI для визуализации. Таким образом, эта таблица представляет эффективность использования NBI для обнаружения поражений в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Прежде всего, это эффективность в глотке, пищеводе. И, кроме того, сейчас появляются данные о том, что эффективность NBI существенно повысилась и в кишке, и в желудке. В заключении хочу сказать, что NBI в системах последнего поколения эндоскопической продукции Olympus NBI существенно улучшила свои технические характеристики, увеличилась дальность обзора и увеличилась качество изображения. Ее эффективность подражена огромным количеством литературных данных. Сейчас поговорим о другом способе визуализации. Это аутофлюоресцентные исследования. Когда свет падает на какие-то структуры, структуры начинают излучать флюоресцентные потоки. Таким образом, система IFI подразумевает исследование именно того света, который излучается самими структурами. Продолжение следует... Однако, к сожалению, клиническая эффективность использования IFI в внутренней кишечном тракте пока не доказана. Однако, в респираторной системе эта методика доказала свою эффективность. И невозможно, что эта методика получит широкое распространение в будущем. Сейчас я вам расскажу о возможностях эндоскопической диагностики раннего рака желудка. Идея этого слайда заключается в том, что нам нужно определиться с демаркационной линией, четко определить границы поражения перед тем, как его резистировать каким-либо способом. Увеличивающая эндоскопия с NBI очень эффективна для определения субэпитериальной капиллярной сети. При помощи исследований сосудистого рельефа мы можем дифференцировать опухоли по степени их дифференцировки, определяя неразрушенный эпителиальный рельеф или внутриэпителиальные долевые петельки с их признаками разрушения и так далее. Вот случай раннего рака желудка. Итак, вот здесь вы видите типичное углубленное поражение. Вот также изображение, которое было выявлено. Вот новообразование типа... Точно глубину инвазии можно определить с использованием NBI увеличения и хромоскопии. К сожалению, не всегда получается предугадать именно глубины инвазии в желудке по рельефу поверхности. Однако существуют научные работы, анализирующие глубину инвазии при различных типах нарушения сосудистого рельефа. И таким образом для новообразований можно все-таки попытаться предугадать эту инвазию. Итак, здесь у нас новообразование с нерегулярным рельефом, похожим на тряслизистую инвазию. Здесь у нас есть признаки нарушения целостности капиллярных структур. Поэтому мы предполагаем более глубокую инвазию. Если у нас нет сосудистых структур и так называемая зона грязного углубления, то мы можем предположить более глубокую инвазию. Но в данном случае при использовании ультрасонографии мы демонстрируем SM-2 инвазию как раз. Вот, также нет сосудов, сосудистого рельефа в зоне углубления. Как правило, также говорит о глубокой инвазии. Исследование сосудистого рельефа при помощи NBI и увеличивающей эндоскопии пока что не является стандартом диагностики глубины инвазии. Однако она позволяет разграничить, когда инвазия слишком глубокая, эндоскопическое удаление не показано. Итак, в настоящее время такая диагностика должна сопровождаться под определенной поддержкой. Если вы используете эту классификацию изменения сосудистой структуры, можно дополнять ее при помощи национографии с датчиками высокой частоты. И сейчас я хотел вам рассказать о новой эндоскопической технологии, так называемое двойное красное изображение. Технология основана на волнах света длинных и технологической обработке изображения. Мы улучшаем визуализацию красных, толстых красных сосудов в глубоких слоях и точках кровотечения. Это для того, чтобы определить наиболее вероятность точки кровотечения, уменьшить риск этого кровотечения, существив быстрый гемостаз. Принципы красного картирования, то, что называется, Диерай, достаточно прост, основан он на глубине проникновения. Чем длиннее световая волна, тем глубже она проникает в ткань. Другие длинные волн проникают в ткань меньше. И таким образом методика Диерай способствует выявлению глубоко лежащих крупных сосудов. Итак, здесь я демонстрирую вам сосудистые элементы. Вы видите разницу между осмотром в белом свете и в красном свете. При помощи Диерай мы можем увидеть толстый кровеносный сосуд, залегающий в глубине, и при этом он не сливается с мелкими поверхностными сосудами. Глубина залегания такого сосуда будет от 1 до 1,5 мм в глубине. Поэтому мы надеемся, что этот метод Диерай найдет свое применение в том, чтобы сократить время диссекции, чтобы заранее выявлять крупные сосуды и избегать их пересечения и кровотечений, и заниматься превентивным гемостазом, что существенно позволит сэкономить время. Сейчас я расскажу про техническую концепцию BLI и LCI в Лазарео системы в УДЖИ. Я продемонстрирую вам новую технологию, которая на своей основе имеет кардирование при помощи голубого лазера. Это система называется Лазарео, и она также способна улучшать изображение наподобие НБА, и также способствует визуализации микрососудистых структур, зарегающих поверхностных слоях эпителия. Вот изображение, которое демонстрирует принцип работы BLI лазера. Основано это на длине волн, которые проникают 450 и 410 нанометров, схожие с таковыми с НБА. При необходимости мы можем освещать поверхность теми пучками света, которые нам нужны. И мы имеем достаточно высокий диапазон изменений изображения за счет смены интенсивности двух этих лазеров. Но видите, есть три принципиальных режима. Это BLI, BLI яркий и обычный белый свет. Таким образом, есть режимы, которые будут оптимальны для увеличивающего изображения. Это первый тип BLI. BLI яркий, будет предназначен для осмотра плоского эпителия, например, как стандартный НБА режим, будет очень полезен. И в белом свете мы сможем выполнять просто диагностические осмотры. Также я хотел остановиться на системе LCI. Это изображение, привязанное к цвету. Это методика цветового усиления изображения. Путем дополнительного контрастирования отличающихся по оттенкам цветовых полей слизистой оболочки. И таким образом, манипулируя разницей в световых оттенках, мы можем получать более или менее четкое изображение. Существует мнение, что LCI облегчит распознавание небольшой разницы в цветовых тонах слизистой оболочки, и поддержит и поможет в диагностике воспалительных изменений, которые трудно определить, только используя исследования в белом свете. Итак, используя методику компьютерной обработки оттенков изображения, мы можем лучше выделить зоны гиперемии, чтобы их было проще описать, распознать. Таким образом, я хотел сказать, что BLI, режим, он практически соответствует по качеству изображения NBI. Таким образом, покажу, как он работает. Как видите, вот есть ранний рак желудка, который мы диагностировали при помощи LCI и BLI. Располагается новообразование на передней стенке в проекции угла желудка, ближе к углу. И мы ее видим как на NBI, так и на BLI. А мы выполнили удаление этого новообразования. Таким образом, использование BLI достаточно эффективно, когда мы хотим использовать диссекцию при новообразованиях с нечеткими краями. А сейчас я вам покажу, как оно работает в пищеводе. Как видите, тут тоже все хорошо видно. Вот вам, пожалуйста, еще изображение. Еще я хотел показать вам ранний рак желудка, диагностированный методом LCI. Как видите, здесь легкое покраснение есть в теле желудка. И при помощи LCI мы выявили зону подозрительного покраснения. При дополнительных исследованиях диагностировали материальное поражение. На образование, которое было пропущено после первой диссекции в другом месте, в желудке. Также мы выявили небольшой участок злокачественной опухоли. Таким образом, LCI позволяет расширить, увеличить разницу в цветовых оттенках в зоне гиперемии. Таким образом, красное становится краснее, а белое становится белее. На изображение, которое обрабатывается при помощи одновременно, после того, как изображение получается при помощи и радиирующего лазерного света, и привычного белого света. Сейчас происходит научная работа, которая изучает эффективность этих технологий с использованием ультратонких эндоскопов и LCI. Мы хотим изучить эффективность LCI по сравнению с белым светом при диагностике ранних раков желудка. Таким образом, осматривая пациентов в белом свете и в LCI-режиме, с выполнением соответствующих CRF-ов, с выполнением последующей биопсии, хромоскопии и сравнить эффективность этих методов. Извините, пришлось очень много информации выдать за короткое время. Большое вам спасибо за внимание. Откровенно говоря, жалко, что слайды, да, Алексей Степанович, с этими замечательными изображениями ранних раков шли так быстро. Хотелось сказать, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Ну, пожалуйста, вопросы у нас вновь есть время для того, чтобы задать Ида Сенсеи. Пожалуйста, Алексей Степанович, микрофон и Александр Андреевич нам поможет перевести вопрос для Ида Сенсеи. Спасибо за то, что позволили задать этот вопрос. Ваше выступление, господин профессор, навело меня на мысль о прошлом. Я восхищаюсь. Вы разработчик, или вы исследователь, или ученый? В связи с этим я вспомнил. Мы когда-то в 70-е годы контактировали с разработчиками Кавахара-сан, Оно-сан, ученые Кавай, Накаджима и президенты эндоскопических обществ. Хирурги заинтересовались эндоскопией в России в 75-м году, обсуждая на самом высоком уровне на съезде хирургов в городе Минске, где присутствовали впервые и японские коллеги, в том числе разработчики. Фирма «Искра», а затем фирма японская «Олимпус» внесли, несомненно, великие вклады. Мы им бесконечно благодарны. Вопрос. Как вы разрабатываете? Какие у вас отношения с разработчиками, то есть ученых, специалистов, врачей медицинских и разработчиками? Успеваете, Александр Ильич, за Алексеем Степановичем? Да. Какие вопросы? Светлана Васильевна, может быть, вы поможете на японском ИТО-сенсей задать вопрос? Вопрос простой. Стиль взаимоотношений между докторами и инженерами. Как это организовано в Японии? Меня тут поправили. Светлана говорит о том, что он доктор, а рассказывает как разработчик. Потому что в те времена они ездили, разработчики ездили по клиникам России. И, естественно, мы имели возможность и контактировать, и... Я подоплеку вопроса, понял, Алексей Степанович. Я предлагаю пока для нашего докладчика, для профессора ИТО, делать детальный перевод. Своё мнение высказать о том, что мы услышали. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо японским профессорам и нас всех поздравить, потому что сегодня нам принесли опять революционную новую информацию. Посмотрите, пожалуйста, это стало всегда традицией новой технологии. Как только они появляются в Японии... Благодаря этому симпозиуму они появляются у нас. Если вы помните технологию NBI, которая практически стала использоваться в Японии с 2005 года, в 2004 году японские профессора привезли к нам тоже на российский, японский симпозиум. И вот сегодня, посмотрите, технология Dual Red Image, двойного красного... Как это? Ещё даже у нас нет русского перевода, это технология. Двойного красного изображения, скажем так. Благодаря которому мы теперь стали видеть более глубокие сосуды. Вы видели эту технологию. Она же автоматически открывает совершенно новые возможности, которые мы даже ещё плохо представляем, как мы будем их использовать и как мы будем их изучать. Ну, например, деваскулиризация опухоли. То есть ещё, даже если мы сделали ESD, то есть в окружающей ткани мы можем вычислить, увидеть эти сосуды, которые подходили к опухоли, и их, ну, скажем, коагулировать или, допустим, сделать... Склеротерапия в этой области. Это новое направление. Возможно, вот это, честно говоря, что это пригодится, эта технология, и даже для профилактики... В хирургии, в течении, при язвах, при опухоли и тому подобное, что мы можем видеть сосуды периферические. Это, вот, это новая революционная технология. Теперь смотрите по поводу лазерной технологии. Михаил Викторович, сейчас профессор Ито... Готовность, и всё, да. В Японии дискописты находятся в непрерывном контакте с научными структурами и компаниями, которые производят и модернизируют оборудование. Концепции систем меняются со временем, иногда достаточно быстро, и мы стараемся отслеживать наиболее перспективные направления. Инженеры и эндоскописты находятся в постоянной обратной связи, в контакте, для того, чтобы... Для того, чтобы максимально эффективно улучшать и развивать технологии. Поэтому и учёные, и инженеры, и эндоскописты трудятся одновременно на благое дело. Они постоянно общаются друг с другом, выясняя наиболее основополагающие моменты. Ещё вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте, я хотела бы задать такой вопрос. Если можно... Погромче? Нет, представляйтесь. Здравствуйте. Я из Казахстана, из Караганды. И очень благодарна за такую возможность задавать вопросы и слушать таких, можно сказать, родоначальников эндоскопии. И хотела задать такой чисто практический вопрос. Сколько занимает времени стандартная скрининговая эзофагогастроскопия? Чтобы найти такие очень мелкие изменения слизистой, нужно очень тщательный осмотр. Учитывая, что всё происходит без седации, сколько времени занимает скрининговая эзофагогастроскопия? Скрининггг... 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 Да. Прискурирование? Да. Прискурирование. Прискурирование стандартное образование. Да, да. И да... Присоцией английской эндоскопии... ...думать... В среднем около 10 минут и дарится диагностическая эндоскопия в Японии. И еще один вопрос. Показания к биопсии. Имея такой арсенал методов исследования, оно нечасто берется. А вот в каких случаях можно брать биопсию? Для того, чтобы определить доброкачественное или злокачественное поражение, биопсия может браться. Высочайшие возможности NPI эндоскопии. Но если нет таких эндоскопов, мы должны прибегать уже к хромоскопии. В течение какого времени нужно посмотреть отдельный пищевод, желудок, покрасить и сколько времени уйдет на это, вместе с забором биопсии. И второй вопрос. Если обнаружили ранний рак, удалось сделать диссекцию и все хорошо зажило, у пациента нет ни метастазов, в течение какого времени он должен быть у нас под прицелом. То есть онконостороженность у пациента. Спасибо. Вы имеете ввиду, как долго его наблюдать? Да, как долго мы должны наблюдать? Во-первых, вы получаете выражения, которые вы получаете в белых злоках. Все остальные методики, которые я описывал, связанные с изменением качества изображения, одни являются уточняющими. Все патологические очаги вы видите в белом свете в основном. А хромоскопия вам в этом помогает. Наблюдайте за этим пациентом. Вы имеете ввиду длительность наблюдения или кратность наблюдения? И кратность, и длительность наблюдения. Там, где я работаю, есть определенная система наблюдения пациентов. Первый контроль через три месяца. Потом через шесть месяцев. И потом, если все нормально, интервал наблюдения увеличивается до одного года. Большое спасибо за прекрасный доклад и за возможность задавать вопросы. Меня зовут Алексей Корнеев, Республика Крым. Мой вопрос касается скрининга колоректального рака. На сегодняшний день большинство рекомендаций всех международных сообществ сходятся в том, что скрининговая категория от 50 до 80 лет. Но мы отмечаем тенденцию к тому, что колоректальный рак стремительно молодеет. А категория до 50 лет не охвачена скрининговыми программами. В результате эти пациенты зачастую обращаются с запущенным раком. Первое. Второе. Мы отмечаем также большое количество людей. Рака будет делать профессор Саида доклад по скринингу колоректального рака. По колоректальному раку. И вы ему зададите этот вопрос. Сейчас речь идет о желудке. А вот профессор Саида будет делать доклад по колоректальному раку. У нас в программе вот следующий доклад будет через один. И вы зададите вопрос. Хорошо, спасибо. Окей. Речь, чтобы потом Саида заделить вопрос. Ну что, наверное, давайте мы будем двигаться дальше, да? Да, давайте. Ида Сенсея мы благодарим еще раз. Аплодируем ему. И... И... Эээ...